Если символ представляет собой что-то, что угодно, если вы фокусируете свое внимание на этом символе, вы устанавливаете энергетическую связь с тем, что представляет собой этот символ, поскольку то, что он представляет и сам символ, до чего я еще дойду, одно и то же частотное поле. А значит, символизм является одним из эффективнейших способов, которыми нами ментально и эмоционально манипулируют и программируют наше восприятие. Есть отличная пословица, и это правда. Энергия течет, куда внимание влечет. Мне рассказывали, многие имели такой опыт. Он говорит, мы сидели в ресторане, за столиком, и я почувствовал, словно два глаза воткнулись мне в спину. И он говорит, я повернулся, а там сидит человек за другим столиком, позади меня, уставившись на меня. Конечно. Он чувствовал не глаза, воткнувшиеся ему в спину. Он чувствовал энергетически то, что в конце концов просочилось на голографический уровень ощущения. И было вниманием того человека, уставившегося на него. Энергия течет, куда внимание влечет. И поэтому, если вы можете захватить чье-то внимание, коллективно или индивидуально, вы перехватываете их энергию и их жизненную силу. Энергия течет, куда внимание влечет. Во время Олимпийских игр, я слышал, что британские спортсмены, британские атлеты, во время игр в Лондоне, добившиеся успеха, говорили, что ощущали поразительный прилив энергии от толпы зрителей. Вот почему люди, занимающиеся спортом среди своих поклонников, имеют серьезное преимущество. Потому что, когда эти атлеты соревновались с остальными на лондонских играх, по большей части посещавшиеся британскими зрителями, фокус внимания, желание им победы, создавало энергетическую связь с этими людьми, а значит, энергетически заряжали их. Энергия течет, куда внимание влечет, но его увлекают не в ту сторону. И если у нас толпа зрителей, фокусирующихся на символах этого заговора, на символах, представляющих этих сущностей, при нашем полном неведении, на королеве или на чем еще, то эта толпа создает энергетическую связь своего внимания с этими сущностями. И их энергию можно перехватить. Толпа создает фантастический объем энергии. Когда вы приходите на футбольный матч с его всеобщим волнением, что говорят люди, честное слово, волосы на затылке вставали дыбом, это было невероятно. Что это было? Электромагнитная энергия, генерируемая толпой зрителей, вот что поглощают эти сущности. То же самое с Ватиканом, с этими огромными толпами, фокусирующимися на долбанном Папе Римском, ритуале и символах. То же самое с символами, которыми кишит в наши дни индустрии развлечений, с людьми вроде Мадонны. А если заставить людей фокусироваться на религиозных символах, представьте себе энергию, которую это может создать, которую можно перехватить. Особенно фокусируя их по пять раз на день. И я не нападаю на эту религию, в общем они все для меня одинаковые, и я уважаю право людей верить во все, во что они хотят, но оставляю себе право верить, во что верю я точно так же. Таков уговор. И... И... Когда вы фокусируете свое внимание подобным образом, энергия течет, куда внимание влечет. А значит, все эти тайные общества, также замешанные в этом грабеже энергии, и это приводит меня ко всему этому, что идет в том же направлении, по причинам о которых я еще расскажу. Эта энергия... Тот умерший сатанист из Австралии писал о насилии над детьми и прочим. И все происходящее, и причина для этого в том, что эти сущности, действующие за пределами человеческого зрения, архонты, питаются человеческой энергией, да, но есть особенная энергия, которой они хотят более, чем чего-либо. И это энергия детей до полового созревания. Мы здесь рассматриваем созревание как гормональное изменение. Но если взглянуть на основную структуру, это вибрационное изменение, которое голографически выражается в виде гормонального сдвига. Эти сущности хотят этой энергии до того, как это изменение произошло. Поэтому они хотят энергии детей до созревания. И как они ее получают? Они по генетическим причинам, поскольку есть немало генетической педофилии, но также по энергетическим... О, простите. Почему я прошу прощения у тебя? А, ну ты же существуешь. Ты часть всего существования. Конечно, я у тебя прошу прощения. Прости, друг. Все в порядке? Уверен, ты увидишь все под иным углом, рано или поздно. В любом случае. Что? Что? О чем я говорил? Да, они также энергетически стимулируют желание секса с детьми. Поскольку то, что они делают с педофилией, они используют педофила как канал для поглощения жизненной силы ребенка. И вот почему вы обнаруживаете, как показывают мои исследования за многие годы, гораздо более высокий процент педофилов на так называемых элитных уровнях и сатанистов, нежели среди основного населения. Вот что говорит центрально-американский шаман по имени Дон Хуан Матус в книге Карлса Кастанеды какое-то время тому назад. Маги видят человеческих детей как странные светящиеся шары энергии, покрытые сверху донизу искрящимся покровом, вроде пластика, плотно закрывающего энергетический кокон. Именно этот искрящийся покров осознания является тем, что поглощает зверей, что когда человек взрослеет, все, что остается от этой оболочки осознания, лишь узкая полоска от земли до верха пальцев на ногах. Эта полоска позволяет человечеству продолжать существование, но только с большим трудом. Поэтому, повторюсь, они используют педофила в качестве канала для поглощения жизненной силы ребенка. Вот в чем суть педофилии. И именно поэтому она столь распространена, вот почему она столь невероятно распространена в высших правящих слоях общества. И тот австралийский сатанист писал, что политики, что сатанизм широко распространен среди политиков по всему миру. Политиков вводят в курс дела с помощью осторожно подобранного набора критериев и ситуаций, позволяющих им принять, что их жертвы будут нашим маленьким секретом. Дети, испытавшие растление и надругательство политиками по всему миру, в скором порядке используются для жертвоприношений. В Австралии тела обнаруживают исключительно редко, поскольку Австралия является пустыней. В прочих частях планеты они контролируют крематории и крупные кладбища по всему миру. Поэтому я совсем не был удивлен новостям о нем, поскольку о нем мне рассказывали еще в конце 90-х годов, что он был плотно замешан в педофилии и некрофилии, сексе с мертвыми телами. Это вышло на свет лишь на этой неделе, через парня, говорившего об этом по радио. И причина, по которой он, Джимми Севилл, эстрадный артист, умерший в 2011 году, причина, почему он так и не попался, в том, что он поставлял детей для богатых и знаменитых. И он был очень близок с британской королевской семьей. В общем, по его собственным словам, он был представлен королевской семье лордом Луи Маунтбаттоном, которого некоторые исследователи связывались с педофилией и местами вроде детского дома Кинкора в Белфасте. А этого? Эдварда Хита, нашего премьер-министра с 70-го по 74-й годы, из-за кого мы вошли в Евросоюз. Я называл не только педофилом, но сатанистом и серийным убийцей детей за 7 лет до его смерти. И он ничего не сделал по этому поводу, поскольку это правда. Этот парень, Томас Хэмилтон, убийца детей в Донблейне в 96-м, тоже поставлял детей для богатых и знаменитых, вот почему его защищали так долго. И вот почему в официальном расследовании его преступлений некоторые документы были спрятаны под замок. И нам их не увидеть. На 100 долбанных лет. Даже бывший глава фримасонов Шотландии, лорд Бёртон, сказал, что расследование в Донблейне шито белыми нитками и что ему пригрозили, когда он попытался задавать вопросы. И прямо на этой неделе, два дня назад, депутат парламента поднял в Палате общин вопрос о сети педофилов, связанной с резиденцией премьер-министра. Я называл этого парня, президента США, Джорджа Буша-старшего, педофилом и убийцей детей с 90-х годов 20-го века. Говорил об этом по радио, говорил на BBC, не делал подкастов, но рассказывал об этом годами. И это почти вылезло наружу в этой статье в 1999-м, но затем было заблокировано и замято. И, конечно, католическая церковь, одно из проявлений этих кровных династий, уходящая корнями к Вавилонской церкви, печально известна педофилией. И вот по какой причине. Вот почему вы видите обнаженных детей по всему Ватикану, оказавшись там. И что демоны делают на церемонии, связанные со спортивным событием, рядом с детьми на больничных койках? Может, кто-то объяснит мне? Я подумал, что это было совсем странно. Что ловец детей из фильма Пиев Пафо-йойой вообще делает на церемонии открытия Олимпиады? Я говорю вам, она была полна подобного символизма. И я говорил годами, что эти кровные династии пьют детскую кровь ради омоложения. И это одна из главных причин, почему они живут столь долго. королеве матери 102 года, принцу Филиппу за 90 лет, Дэвиду Рокфеллеру 97, Генри Киссинджеру почти 90. То, что они живут так долго, одна из причин, что они получают иное медобслуживание, нежели мы, но это еще одна причина. И на днях вышла статья, что сделано поразительное открытие. Шаманы древнего мира знали об этом тысячи лет, что переливание молодой крови, похоже, омолаживает пожилой организм. Вот почему они живут так долго. Общие темы. Глаз. Я быстро пробегу это сейчас. Очень многое нужно еще рассказать в этой части, из-за того, как эта информация взаимосвязана. Глаз. Всевидящее око. Отдельное око или с пирамидой. И око является важнейшим символом этих династий с древнейших времен. Вот почему он встречается повсюду в этих организациях Глаз, Ра или Гора. Он был на руке на жерелье тайн шамана Креда Мутва из племени Зулу. Это было найдено в 1984 году в Эквадоре местными золотоискателями. Сверху глаз, здесь 13 уровней. И этой штуке тысячи лет. И если поместить ее под ультрафиолет, глаз даже ярко светится. Где она сегодня? Вот она. На долларовой купюре и на обратной стороне большой печати Соединенных Штатов. И здесь тоже 13 уровней. Это постоянно повторяющиеся темы, о которых я говорю. Потому что одна сила стоит за этими якобы различными организациями и учреждениями. Вот око во фримасонстве. Вот оно, вместе с пирамидой на логотипе Ми-5. Вот пирамида, узнаваемая в здании Ми-6. На одной из олимпийских церемоний вы могли видеть постройку пирамиды и затем было почти поклонение ей сразу после этого. А это долбанная католическая церковь. Взгляните. Почему? Все по тому же. Во время Олимпиады вы видели пирамидальные прожекторы, а также глаза талисманов Олимпиады. И кто-то сложил все это, это и это вместе и спрашивает как бы что происходит. А происходит то, что одна сила контролирует все эти якобы различные организации и поэтому они используют одни и те же символы. Они контролируют индустрию развлечений. И поэтому это не совсем бриллиант, это пирамида. Джей-Зи. А вот и Мадонна. Она постоянно всплывает. Анжелина Джоли. Вот Леди Гага. Эмблема CBS. Это Гравити Фоллс. Это долбанный диснеевский мультик. Вот Ока. Вот Ока. Вот Ока. Что оно делает в мультфильме? Они просто суют свои символы нам под нос. А еще вы обнаруживаете множество изображений знаменитостей, на которых они рукой закрывают один глаз. Я не говорю, что они все в курсе. Им всем вероятно говорят, что это хороший снимок с прикрытым рукой глазом, но количество таких изображений с одним закрытым глазом просто невероятно. Это лишь несколько. Я имею в виду, что это? Еще одна общая тема. Огонь. О бархонтах и джиннах говорится как о состоящих из сияющего огня или из огня без дыма. Один из главных символов этих династий феникс, жар птица. И свет, о котором говорят масоны, совсем не тот свет, о котором говорят обычно. Один из главных символов династии всей этой сети горящий факел или пламя. И поэтому на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне вы видели серьезный акцент на фениксе из-за символизма, который он в себе несет. Это слова Менли П. Холла, масонского историка, имевшего 32-й градус в масонской иерархии, из энциклопедического изложения символической философии, где он говорит, что орел на самом деле лишь общественно приемлемый феникс. Европейский мистицизм еще был жив, когда были основаны Соединенные Штаты. Рука мистерии направляла создание нового правительства, поскольку символика мистерии все еще заметна на большой печати Соединенных Штатов Америки. Тщательный анализ печати раскрывает массу оккультных и масонских символов, и главный среди них так называемый американский орел. Американский орел на большой печати не что иное, как стилизованный феникс. И сколько историй о демонических существах, материализующихся во время ритуалов, говорят об их появлении в огне. А огонь это лишь чистота, не более того. Это из документального фильма BBC. Этот парень поджигает газету просто энергии, исходящей из его рук. Это лишь чистота. И эта чистота в других измерениях может отличаться от нее в нашем. И говоря об огне и фокусировке на Олимпийском огне, путешествующем по всей Британии, фокус на этом пламени, на электромагнитном уровне, отдает энергию этому энергетическому полю, пока оно не становится мощным энергетическим полем. Факел, проносимый, не олимпийская традиция, это придумано нацистами в 36-м году. И поэтому, что, если эта фокусировка создает мощное энергетическое поле на электромагнитном уровне, и он был доставлен на церемонию открытия. И ритуал огня имеет отношение к богу Баалу, Молоху, которому они поклоняются в богемской роще, к ним роду Вавилона и древнеримскому богу Сатурну, который скоро окажется очень и очень важен. И сатанинский ритуальный календарь, и особенно 27 июля, дата открытия Олимпийских игр в Лондоне. С 20 по 26 июля, похищение, церемониальное приготовление и подготовка будущей жертвы к великой кульминации. 27 июля, великая кульминация, день перенесения в жертву взрослых женщин и детей. Это был важнейший, по им известным причинам, сатанинский день, когда проходила церемония. И миллиард людей были сфокусированы на этом. А это, происходящее 11 сентября 2001 года. Эта фокусировка позволяет поглощать огромную энергию в результате фокусировки. Еще одна общая тема. А, вот оно, дошли наконец. Это заведет нас в некоторые реально странные и удивительные места. Сатурн является ключом во многих смыслах к происходящему со всеми его лунами. Хочу напомнить, Сатурн может и выглядит планетой в голографическом мире, но на самом деле, опять же, это информационное поле, это сознание. Все сознание, все обладает сознанием. Поэтому эти планеты, солнце, они обладают сознанием, а сознанием, они существа в своем роде. И что интересно, это принятый в древности символ солнца. И люди думают, что понятно, что это символ солнца, которое мы знаем сегодня. Но является ли это символом солнца, что мы знаем сегодня? Или солнце, что мы знали когда-то? Сатурна. Сатурн это ключ к пониманию очень многого. Он был известен как старое солнце. Он сейчас известен в оккультизме как старое солнце, темное солнце и темный лорд. Властелин колец. И я понял окончательно, калейдоскоп перевернулся, когда я начал понимать, что как минимум многие из них, если не все, древние боги солнца, не были богами солнца, что мы знаем сегодня, а Сатурна в качестве солнца, в то время, поскольку он находился в иной позиции. Сатурн издавна символизировался в виде глаза. Вот глаз во фримасонстве. Вот око Саурона во властелине колец. Глаз рептилии. Символ негативной силы. И в обширном, блестящем труде Дэвида Толбота «Миф Сатурна» описывается, что в какой-то момент был чудовищный выброс пород в результате вспышки на Сатурне. И оно сформировалось в свечащийся полумесяц, поскольку отражало свет в определенные моменты дня. и поскольку Земля вращалась вокруг своей оси, с Земли это выглядело словно полумесяц двигался вокруг Сатурна, занимая разные позиции. Есть различный символизм для различных позиций. Но это было главным фокусом символизма Сатурна, потому что в данном положении светящийся полумесяц был наиболее ярким в течение дня. И поэтому вы обнаруживаете этот символ снова и снова в древнем мире. И это общая повторяющаяся тема Сатурна. И это полумесяц серп и символический и диск на Солнце Сатурна. Карликовой звезды. И отсюда произошел рогатый бог, рогатая богиня. Вот Мадонна во время ее выступления на супер боул в перерыве матча, которое было настолько сатурновским в своем символизме до смешного, включая огненное око. И в экранизации Властелина колец вы видели полумесяц окружающий око Саурона. В Аравии, если взглянуть на общеизвестный символ Ислама, звезда, солнце и полумесяц, и арабский бог Син символизировался в виде полумесяца. Та же штука, и я бы предположил, учитывая мнение Дэвида Толбота, я думаю, он прав, что это представляет собой серп Сатурна. Это парень, основавший сатанинскую сатурновскую организацию, тайное общество в Германии, называвшееся братством Сатурна. И вот тут вы видите символ бога солнца с точкой. Это Сатурн, не то солнце, что у нас сейчас, и рогатый бог. бог. Молох, символизируемый в богемской роще как сова, также символизируется быком, и мы видим рога с Сатурном в середине. Отсюда боги-быки Месопотамии и крылатые богини в подобной позе. Это часто символизировалось как богиня, поддерживающая бога, с ее руками вокруг бога, или крыльями вокруг бога. А вот еще одна версия этого с богом Сатурном и серпом. А вот он на большой печати Соединенных Штатов. Точно такой же символизм. Вот он на логотипе командования спецопераций ВВС США. Вот он в символике дома Виндзоров. Вот он на эмблеме ООН с миром в прицеле. Весьма соответствующий. Вот он с орлом Древнего Рима. Вот он во фримасонстве. Крылатый диск Древнего Египта и других стран это Сатурн. Вот он на эмблеме Ордена Розенкрейцеров связанного с этой паутиной использующего символизм крылатого диска. Множество этих эмблем несут в себе тот же символизм. И во время своего выступления на Супер Боул у был крылатый диск Сатурна. Это еще один древний символ Сатурна, поскольку в некоторые моменты он похоже отбрасывал четыре очень четких луча света, ставшие известными как четыре угла или четыре реки или четыре пути. И поскольку эти династии связаны со всеми подобными организациями, вы обнаруживаете его в католической церкви, на булаве спикера в палатах парламента. На короне Англии, на кельтском кресте обнаруживаете на эмблеме одного из главнейших тайных обществ в паутине, Мальтийского ордена. Это известно как Мальтийский крест. Также он символизировался Сатурн и полумесяц как крылатый бог в летающей лодке. Это гор в своей небесной лодке. Вот почему лодка используется в масонстве. Это масонское здание на острове Уайт, к примеру. И это невероятный. Я не говорю, что Аня Ленок знала, что это так, они лишь предлагают это как хорошую идею, но насколько очевиден символизм Сатурна, когда смотришь это. И еще вы часто видите этот символ рогатого бога, опять же, Сатурна, Сатаны, как он также известен, который вы наблюдаете у столь многих политиков. И Пэт Робертсон, это так называемый христианский евангелист. Да, конечно. И говоря о рогах и рогатых богах, в астрологии Сатурн связан с Козерогом, поэтому один из символов Сатурна козел. Это, опять же, великий масонский историк Менли Пэхол, сказавший, Пан, бог козел, был смешанным существом, его верхняя часть, исключая рога, взята у человека, нижняя часть у козла. Этот бог символ Сатурна, поскольку эта планета управляется Козерогом, чья эмблема козел. Вот что это такое. Бафомет, ему поклоняются сатанисты, это символ Сатурна. Я говорю об этом не зря, подходя к тому, почему они так сфокусированы на Сатурне. Итак, у нас есть Бафомет, у нас есть Бейонсе, жена Джей-Зи, выступающая с этим большим кольцом Бафометов. Вот одетая Бафометом Леди Гага, одетая Бафометом Мадонна, а это Баронесса Филиппина де Ротшильд, виноделы из Франции, с огромным ожерельем с Бафометом. Это с обложки книги Миф Сатурна, с символизмом, описанным с этими лучами, исходящими от Сатурна в определенные моменты дня. А это он же, символизированный на одной из этих древних табличек и на площади Святого Петра, просто зеркало того, как выглядит символ Сатурна. А вот он в штуке, в которой он носит свою печенюшку, занимая своими штучками. Это внутри старейшей фримасонской ложи на Грейт Куин-Стрит, а Великой Королевой называли Вавилонскую богиню в Лондоне, потому что это станет важным в третьей части. Этот полумесяц, поддерживающий сферу, также стал символизироваться в виде двух столпов, и поэтому вы видите здесь Сатурн, вот полумесяц, поддерживаемый двумя столпами. Это в одном из мировых фримасонских центров в Лондоне. Нумерологически, в цифровом выражении Сатурн это восемь, что привело к символизированию Сатурна как паука. Поэтому вы видели в выступлении Мадонны на Супербол крылатый диск, символизируемый пауком в центре. А это просто очаровательно, это называется магическим квадратом Сатурна. И это также не по совпадению, магический квадрат масонства. И он магический, вот по какой причине. Если сложить числа вот так, вот так, вот так, или так, или так, или так, все числа в трех квадратах в каждой линии в сумме дают 15. И в нумерологии вы продолжаете складывать числа, пока они не станут одной цифрой. И поэтому 15 нумерологически в нумерологии это 6. Получаются 666 666 во всех направлениях. И черные и белые квадраты, по причинам, которые я разъясняю в книгах, сами понимаете, нам сегодня еще многое обсуждать, также связаны с Сатурном. Поэтому вы видите их в масонских храмах, черные и белые квадраты, и видите их в крупных соборах, вроде Вестминстерского аббатства и прочих, по причине взаимосвязи, о которой я говорю. Далее, это называется сигилом Сатурна. И они получают этот символ, проводя линии в магическом квадрате Сатурна, от единицы к двойке, затем к тройке, от четверки к пяти и шести и так далее. Вот таким образом. И если повернуть это, вот что получается. Это сигил Сатурна. А это один из главных древнейших символов Сатурна, шестиконечная звезда. И это, как оказывается, тот самый символ, от которого и происходит фамилия Ротшильдов, одной из влиятельнейших семей в этой сети. Потому что раньше их звали Бауэр, они жили во Франкфурте в Германии, но эта красная шестиконечная звезда, гексограмма, была изображена на фасаде их дома, и они изменили фамилию с Бауэр на красный щит, по-немецки Ротшильд, красный знак или красный герб, Ротшильд, то есть они назвались в честь этого самого символа. И именно они создали Израиль не от имени еврейского народа, но от лица их долбанного заговора, относящегося к евреям с не меньшим презрением, чем ко всем остальным из нас. Поэтому их символ помещен на флаге Израиля. Шестиконечная звезда используется очень часто органами правопорядка. Это изображено на общественном здании в Торонто, и прямо поверх шестиконечной звезды рогатый бог. А это шерифская бляха. А вот шестиконечная звезда, символизирующая Сатурн на древней глиняной табличке. А вот она на от 500 до 1000 летнем зулузском ожерелье тайн шамана Креда Мутва. Если сделать подобное на однодолларовой купюре, вы получите шестиконечную звезду, и эти буквы являются анаграммой слова «масон». Что интересно, внутри объединенной великой масонской ложи нагреет Куин-Стрит Лондоне вот те же две башни, символизирующие серп, и снова Сатурн, шестиконечная звезда. Далее, конечно, католическая церковь и христианство ведут себя как противники фримасонства и тайных обществ, ведь они порочны, но вот та же звезда на его долбанной рыбьей шляпе, видите? Она везде, поскольку одна и та же сила контролирует их, вот вам еще Мадонна, пожалуйста. И на большой печати США эти тринадцать звезд составляют шестиконечную звезду, не случайно. И следовательно, мы снова возвращаемся к тому, что все эти различные сферы общества в конечном счете фокусируются на одном. Сатанизм это сатурнизм. Это слова фрица Спрингмайера, давнего исследователя всего этого символизма и прочего и сатанизма. Сатурн важный ключ к пониманию давней традиции, которую этот заговор поддерживает с античности. Рим изначально был известен как Сатурния или город Сатурна. Католическая церковь сохраняет много элементов поклонения Сатурну в своих ритуалах. Сатурн также имеет отношение к Люциферу. В различных оккультных словарях Сатурн ассоциируется со злом. А это остатки храма Сатурна в Риме. И прямо рядом с ним вот это место Капитолийский холм. Но раньше он назывался Монт Сатурнус, холм Сатурна. И это очень символически важное место для кровных династий. И все, что связано с черепом и костями, название Капитолийский происходит от слова Капут, что значит мертвый, поскольку они якобы нашли человеческий череп на этом холме и назвали его Капут, Капитолийский холм, поэтому мы говорим Капут, когда кто-то умер. И в христианстве та же тема, Голгофа, лобное место, место черепа, холм черепа. И Капитолийский холм Рима стал Капитолийским холмом в Вашингтоне, когда династии добрались до Америки. Далее, на северном полюсе Сатурна находится постоянный шторм, имеющий форму шестиугольника. Это было обнаружено станцией Кассини и, кажется, Вояджером до того, в начале 80-х. И этот шестиугольник также выражение гексограммы шестиугольной звезды. Поскольку все эти разные символы, о которых я буду говорить сейчас, являются разными выражениями одной и той же частоты. Посмотрите на этот рисунок на полях, появившийся в Англии в этом году. И это шестиугольник. Но шестиугольник это двухмерная проекция куба. Поэтому если взглянуть на это с другого угла, это куб. И как оказывается, древним символом Сатурна является куб, особенно черный куб. И предположу вот, что это за штуки. Кааба, фокус поклонения в исламе. Кааба означает куб. Тфилин, кубик на голове в иудаизме. И когда люди поклоняются Каабе, им предписано молиться концентрическими кругами. Напоминает что-нибудь? Они должны ходить вокруг нее, и их энергию можно перехватить. Если вы фокусируетесь на чем-то символизирующем Сатурн, именно к Сатурну идет ваша энергия. В иудаизме есть храм Соломона, и каждый слог в слове «сол-ом-он» означает «солнце». И святая святых храма Соломона также должна быть кубом. В книге Откровения говорится о новом Иерусалиме, как о кубе. И они используют огромные кубы. Это у входа в один из банков неподалеку от Уолл-Стрит, где сейчас проходят протесты. И вы видите эти черные кубы и кубы, что используют Эппл и прочие, символика Сатурна. В Докторе Кто недавно была серия, где на Землю вторгаются черные кубы. В Стартреке был Борг с этими киборгами, точно как гностики описывали архонтов, и они путешествовали в кораблях кубах. Если представить крест геометрически, он развернутый куб. Если взглянуть на изображение этих людей, не Леди Гага, а остальных, этих религиозных личностей с нимбом, это также происходит от Сатурна. Гало, когда светящийся серп находится в такой позиции, это символ Сатурна в астрологии. Именно это они олицетворяли в виде серпа и молота. И когда Ротшильды создали Советский Союз, достоверный факт, если взглянуть на доказательства, они использовали символ Сатурна в символике Советского Союза. Вот тот же символ на балахоне этого парня из Братства Сатурна. И иезуиты одно из главных тайных обществ в этой глобальной паутине. И вот символ Сатурна в их символике. Очень и очень очевидны. Змей на кресте также имеет определенное отношение к нему. Теперь мы пойдем еще дальше, поскольку бога планеты Сатурн древние греки звали Кронос. И Кронос был, потому что у него, как у бога Сатурна, серп или коса, изображался держащим косу. И также изображался как бог времени. И у него была борода, белая борода. И его стали звать старый отец время. Это Кронос, это бог Сатурна. Он также стал мрачным жнецом, поскольку Сатурн это планета или солнце смерти. И от Кроноса произошло слово корона, символ кровных династий. Кали, богиня, связанная с Сатурном, ее называют черной богиней и богиней времени, изображая с высунутым языком. И снова Мадонна, у нее, похоже, есть книга, которую она штудирует по этому поводу. Бог Эл, древнееврейский бог Эл, был их богом планеты Сатурн, поскольку Эл и Элохим это демиург и архонты, рискну предположить. Поэтому у нас есть архангелы Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, другое имя для Иисуса Эммануил, Евангелие, множество других соответствий в английском языке, Элита, у нас есть Исида, Ра, Эл, дающие Израиль. Все эти имена имеют отношение к планете Сатурн. Сатурн, Крона, Сатана, Черное Солнце, Темный Лорд, все они одно и то же выражение ни одной силы. А вот перед вами Молох, которому они поклоняются в Богемской Роще, и он бог планеты Сатурн. Это повторяющаяся тема. Они также символизируют Молох в виде быка, как я говорил раньше, и поэтому это символ Уолл-Стрит. И золотой телец в Библии это Молох, Сатурн. Древние греки говорили, что Кронос поедал своих собственных детей, а вот цвета сатанизма и цвета Сатурна, черный и красный, как и в королевском церемониале. Мантии судей, мантии священников, квадратные шапки, выпускников университетов, молоток, используемый судьями, все это символика Сатурна. Как видите, Сатурн постоянно используется в символике корпоративного мира. А это альбом Earth, Wind and Fire, у них тут полный набор. Вот всевидящее око, шестиконечная звезда, ступенчатая пирамида, вот крылатый диск, а вот долбанный Сатурн. И затем, если взглянуть на религии, тайные общества и сатанизм, они поклоняются Сатурну. Затем взгляните на астрологию, иными словами, на энергетику. Банковское дело астрологически управляется Сатурном, политика и госучреждения всех уровней астрологически управляются Сатурном, корпорации астрологически управляются Сатурном, закон и судебная система астрологически управляются Сатурном, наук и астрологически управляются Сатурном. Поклонение Сатурну, поклонение Сатане. И интересно, что у бога Сатурна, Кроноса, есть борода, и во всех этих долбанных религиях у всех бороды. А еще есть бог, изображаемый как человек с белой бородой на облаке или троне. И бог, похожий на Чарльтона Хестона. Это Яхве, изображенный с белой бородой. А еще у нас есть Санта с белой бородой. Санта это анаграмма слова Сатан от Сатурналий. Сатурналии были фестивалем в Древнем Риме в честь бога Сатурна, проходившим в то же время года, когда у нас Рождество. И они дарили подарки, украшали деревья, вешали веточки долбанного астралиста. Так что это все символика Сатурна, человек с белой бородой. Это ветхи днями. Гравюра Уильяма Блейка кажется 1794 года или вроде того. Ветхи днями одно из древнейших имен бога. И он изображает бога. А Уильям Блейк был очень значимым эзотерическим мыслителем с глубочайшими знаниями. Он изображает бога с белой бородой. Это Сатурн, Кронос. На здании компании General Electric в Рокфеллер Центре в Нью-Йорке снова Кронос. Примасоны называют своего бога великим архитектором Вселенной. Гностики называли Демиурга великим архитектором Вселенной. Что напоминает нам о белобородом архитекторе Матрице из трилогии фильмов о Матрице. К чему это нас ведет? Что ж, еще раз. От этого нужно избавляться, если идти до конца, поскольку я собираюсь перейти в фантастические сферы, но именно сюда информация вела меня с полной ясностью. И сложнее всего видеть то, что прямо перед твоими глазами, как верно сказал Гёте. Гностики говорили о том, что архонты создают видимость, словно происходит то, чего на самом деле нет. Они способны вызывать виртуальную реальность переживания. Исламская и доисламская культуры говорят, что джинны манипулируют людьми, создавая иллюзии. Я был в Нью-Йорке в 2010 году, и меня привели на станцию метро Граунд Зиро. И когда я это увидел, это было... Я был в шоке. Во-первых, там были эти глаза по всем платформам, но главное, там есть это огромное изображение мира на полу, в центре которого глаз, и от него идут эти волны трансляции. И это поразило меня настолько сильно. Со мной был Нил Хейк, и мы взглянули друг на друга и сказали, это Сатурн, так ведь? И вспомните, что сказали физики всего лишь пару дней назад, что у них есть свидетельство, что Вселенная является компьютерной симуляцией. Что ж, я говорю, что она является виртуальной реальностью, которую взломали, и этот взлом, реальность, в которой мы живем, поддельная реальность, и этот взлом, говорю я, исходит от Сатурна, поскольку говорю, что эти кольца на самом деле огромная трансляционная система, передающая поддельную реальность в рамках частотного диапазона, декодируемого нами, и как следствие мы воспринимаем эту поддельную реальность. Когда станция Кассини достигла Сатурна в 2004 году, она обнаружила множество необъяснимых вещей, вроде шестиугольного шторма на Северном полюсе и прочее, но также он обнаружил невероятно мощный звук, идущий от Сатурна. Это отрывок из того, что они записали. Симпатяга. И вот что мне прислал один звукоинженер, занимающийся этим профессионально. И это одно из колец Сатурна, и он сказал, я вижу такое каждый день. Это звук. Это звуковые волны. Это тематика. Это шестиугольная звезда. И конечно, у нас есть шестиугольник, без конца вращающийся на Северном полюсе Сатурна. Это стоячая волна, созданная звуком кольца. А это южный полюс Сатурна, и это постоянный шторм в виде глаза. Это стоячая волна, созданная звуком. И это символы, созданные звуком, как в тематике. И определенная частота создает эту безупречную шестиконечную звезду с шестиугольником в ее центре. Следовательно, звук создает чистоту, создает символ, и тем же образом символ представляет собой звук и чистоту. Символы являются голографическим выражением вибрационно-волнового состояния. Предположу, что в случае с данными символами, выражением чистоты звука, идущего от Сатурна. Как и со всеми этими символами и нумерологическими манипуляциями, звук и символ являются различными выражениями одной и той же вещи, а значит, если нас в голографическом мире постоянно бомбардируют этими символами, это на энергетическом уровне пичкает нас с чистотой поля, которое они собой представляют. И Сатурн, описываемый до катаклизма, не имел колец. Тогда откуда они взялись? Может они и были, но невидимые человеческому глазу. Сегодня мы их видим. Что ж, этот человек Норман Бергрун, кому сейчас уже лет девяносто наверное, очень и очень долго работал в сфере исследования космоса, технологических исследований с давних пор. И его жизнь перевернулась, когда он начал изучать фотографии, присланные Вояджерами 1 и 2, космическими экспедициями к Сатурну. Они были там в 1980 и 81 годах. Потому что начав их исследовать, он осознал, что происходит нечто очень странное с кольцами Сатурна. И он говорит в своей книге создателей колец Сатурна. Несколько лет назад некоторые астрономы и физики начали высказывать идеи, что эти кольца должно быть намного моложе остальной вселенной, что вероятно им не более 100 миллионов лет. Но пара снимков отображает изменения в них в течение 5 минут. Создается впечатление, что последние проделанные измерения претендуют на истинность, когда в реальности все они могут оказаться совсем неточными на момент следующего наблюдения. Общее нежелание принять существование изменчивой геометрии системы колец происходит по причине очевидной неспособности идентифицировать физический механизм, способный производить периодические изменения. Иными словами, классическая официальная наука, если мы не можем объяснить этого, мы будем обманывать себя, что этого не существует. И помимо того, он еще обнаружил вот что, на фотографиях присылаемых Voyager'ами и на снимках Кассини они тоже были. И он называет их электромагнитными средствами, и они просто огромны. Некоторые в несколько раз крупнее Земли. Но опять же, нам нужно сдвинуть наше чувство восприятия, в смысле возможных размеров. Вот Земля, в сравнении с размерами Сатурна. мы говорим о разном восприятии понятия «большой» в сравнении с привычным на Земле. И вот несколько других снимков этих электромагнитных средств, сделанных аппаратами NASA. Почему их нет в научных публикациях? Почему о них не говорят? Что это такое? Нет-нет, молчание. Только благодаря Бергруну мы знаем об их существовании. Это снимок телескопа Хаббл, поймавший одно из них. Только взгляните на размер этой штуки. А это несколько снимков станции Кассини, поставленных друг за другом. Что это за хрень? То же самое, что описывал Бергрун, изучив снимки Вояджера. А это еще одна штука. Он нашел фотографии некой субстанции, извергаемой этими электромагнитными средствами в кольца Сатурна, и создающей их, или увеличивая их, А из чего, как считается, состоят кольца Сатурна? Вопросу, почему мы можем их видеть. Это якобы лед и прочее. Я думаю, я бы предположил, что в конечном счете они осознают, что это кристаллоподобная субстанция, рассеиваемая в кольцах Сатурна, что существенно влияет на их способность транслировать информацию. В 2009 НАСА опубликовало этот снимок, где изображено кольцо вокруг Сатурна на расстоянии от 6 до 12 миллионов километров. И это кольцо может вместить миллиард планет Земля. Я предполагаю, что есть кольца, которые мы можем видеть, но есть и звуковые кольца, которые мы видеть не можем, которые излучаются в космос, и мы воспринимаем их. Они создают видимость, словно происходит то, чего на самом деле нет, они способны вызывать виртуальную реальность переживания. Матрица Сатурна, как я ее называю, это диапазон частот, которые мы декодируем как поддельную реальность. Я предполагаю, что мы обнаружим, что граница данного частотного диапазона, то, что мы называем скоростью света, и превысив ее, ты выходишь из матрицы. И во время генетического манипулирования, о котором говорили древние, человеческая форма была изменена для того, чтобы перенастроить ее для приема и передачи внутри частотного диапазона, транслируемого Сатурном, и принуждение людей отказаться от восприятия сердцем вне влияния матрицы, и перейти к эмоциональному взаимодействию присущему матрице, было главным способом настройки нас на эту поддельную реальность. Мы говорим о людях, не мыслящих самостоятельно, что они живут в коробке, может быть стоит сказать, что они живут в кубе, и они хотят заблокировать сердце, что со многими уже случилось, поскольку оно выводит нас за пределы времени и пространства, за пределы матрицы, и я предполагаю, что то, что мы зовем и декодируем как время, одно из свойств транслируемой матрицы. Я пробегу это по-быстрому, поскольку очень подробно говорил об этом в книгах и на лекциях, вроде лев уже не спит. Я утверждаю, что Луна искусственный или отчасти искусственный объект. Это книга «Мистерия Луны» за авторством Кристофера Найта «Мистерия Луны» Что интересно, они описывают в этой книге, что математика и геометрия между Солнцем, Луной и Землей просто невероятны в смысле их синхронности, и они совершенно неприменимы в остальной Солнечной системе. Игностические писания, найденные в Наг-Хамаде в 1945-м, которым 1600 лет, если не больше, говорят, что это отдельная система, работающая внутри системы неорганической вселенной Архонтов. Авторы «Мистерии Луны» утверждают, что математика, связанная с системой Земля-Луна-Солнце, как минимум ошеломляет. Луна помещена в эту систему с точностью швейцарского часовщика. Поэтому при наблюдении с Земли она точна размером Солнца во время затмения. BBC показывала программу «Действительно ли нам нужна Луна?» где говорилось, что Луна находится в исключительной позиции для поддержания жизни на Земле и воздействия на Землю, но это лишь совпадение. Я думаю, нет. Мы видим только одну сторону Луны и не видим обратную, и авторы говорят в своей книге, «Луна больше, чем должна быть, несомненно, старше, чем должна быть, и гораздо легче, чем должна быть. Она имеет странную орбиту и столь исключительно, что все существующие объяснения ее присутствия полны несоответствий, и ни одно из них не выдерживает и малейшей критики». Официальная теория говорит, что Земля столкнулась с планетой размером с Марс, когда она только формировалась, кусок Земли отвалился и стал Луной. Это называется теорией большого шлепка. Это не сработало, поэтому они выдали теорию двойного шлепка, где Земля столкнулась с планетой, которая, отлетев, шлепнула ее еще разок, и так образовалась Луна. Конечно, это также не сработало, поскольку это бред. Они просто не знают, почему не признаться, нет ничего плохого в том, чтобы не знать, мы не знаем очень многого. «Лучшее объяснение для Луны ошибка наблюдения, Луны не существует», сказал Ирвин Шапира из Смитсоновского астрофизического центра. «Проще объяснить отсутствие Луны, чем ее наличие, и это продолжается и продолжается. Я пробегу это, поскольку осталось мало времени, лишь упомяну еще несколько фактов о Луне». Эси, два ученых из Советской Академии наук написали подробную статью в 1970 году, названную «Луна. Творение инопланетного разума?» где они объяснили в научных терминах, почему Луна не может быть естественным небесным телом. И делая это, объясняли все аномалии, которые, если она, естественное небесное тело, объяснить невозможно. Этот парень, сержант Вулф, выступая в Национальном пресс-клубе несколько лет назад, говорил о своем опыте работы в НАСА, где он видел снимки бас-пришельцев на Луне и тому подобное. Все эти башни и странные феномены, как этот голубой свет, голубой кристалл или голубой купол, который они не могут объяснить на Луне. И эти артефакты на Луне, они явно неестественные. Взгляните-ка, а это что за хрень? Они не могут этого объяснить и просто молчат, а это фотографии якобы статуй на Луне. Мы столь многого не знаем и символически, а может и более того. Луна — что-то вроде «Звезды смерти», знаменитого инсайдера Джорджа Лукаса. В смысле, что она некая технологическая конструкция. И на мой взгляд, как я говорил и раньше в предыдущих книгах, Луна делает то в наше время, по крайней мере, что принимает трансляцию Сатурна и действуя в качестве усилителя, направляет ее на Землю. Поэтому мы принимаем это серьезно повышенной мощностью, а значит и воздействием. Она работает как тарелка, передающая информацию, которую мы воспринимаем и декодируем как эту поддельную реальность. И через 9 месяцев после того, как я написал об этом в книге «Род человеческий, встань с колен», какая-то женщина послала мне имейл из Бразилии, кажется, спросив, не читал ли я книгу «Земля» Барбары Марсиниак. Я только что прочла вашу книгу и думаю, вы найдете это интересным. Она указала некоторые номера страниц. Барбара Марсиниак занимается тем, что называют ченнилингом, и многие из них лишь думают, что являются неким каналом для внеземных сущностей, но если вы наталкиваетесь на настоящего, кто способен настроиться и передать информацию из других измерений в Нарше, вы можете получить этим путем весьма глубокую информацию. И она написала много интересного. Барбара Марсиниак, я встречался с ней несколько раз. В любом случае, я не читал книгу «Земля», я читал ее первую книгу, но не эту. Как бы то ни было, я заказал эту книгу, посмотрел указанные номера страниц, и меня прям... Это через 9 месяцев после того, как я написал о том же в книге «Рот человеческий» «Встань с колен», и данная книга передана сюда через Ченнилинг, и вот что в ней было. Она вышла, кажется, в 1996-м. Луна – очень мощный электромагнитный компьютер. Луна уже почти вечность излучает электромагнитные частоты, поддерживающие двухспиральную ДНК. Луна – искусственно созданный спутник. Она пришвартована у гранит земной атмосферы как связующее устройство и средство наблюдения, суперкомпьютер и невсевидящее око в небе. Земля должна принадлежать на ней живущим, однако это не так. Вами управляют внешние боги, энергии создателей, мешающие вам, как виду, обрести свободу действия со своей кундалини. Это энергия пробуждения, по сути. Влияние Луны, главного спутника компьютера, воздействует на все на Земле. Программы Луны, целую вечность, служат великим ограничением для человеческих существ. У нас создает периодически повторяющиеся циклы, на которые вы реагируете. Все истории о полной Луне и безумии, сумасшествии и усиленном кровотечении вполне правдивы. Вы знаете, что телевидение весьма серьезно влияет на вас, Луна действует тем же образом. И астрологически, лишь краткое отступление. Когда случилось то великое перестроение планет, естественно, астрологически все так же изменилось, в смысле влияния астрологических энергий на человеческое восприятие, поскольку вдруг все эти небесные тела оказались на других позициях относительно того, где они были до этого. Поэтому матрица Луны и Сатурна, как я ее называю, так или иначе, генерирует частотный диапазон, поддельную реальность, которую мы декодируем, как то, что кажется настоящей реальностью. И генетические манипуляции настроили нас на нее и создали этот цикл бесконечного блуждания по кругу. Уже скоро, все будет, уже скоро, как говорилось в том видео. И Нил Хейк изобразил здесь концепцию Лунополии или Сатурна Лунополии. И происходит следующее. Ты встаешь утром, завтракаешь, затем идешь на работу, затем ты обедаешь, обычно с сэндвичем, опять работаешь, затем идешь домой, пьешь чай, немного смотришь телик и ложишься в кровать. Затем ты встаешь и идешь на работу, затем обедаешь с сэндвичем, я имею в виду, взгляните на нас! Мы бесконечное сознание, бесконечное осознание, все, что есть и всегда будет. Разве это все, на что мы способны? Нет! Но нас заперли в этих циклах, на которые мы реагируем. Не реагируй! Смотри на это, как раньше ни разу не смотрел. Хватит работать, покупать, потреблять и умирать. Вот что это такое. Эта матрица создает сетевой экран, мешающий нам глубже заглядывать в энергетическое поле и держит нас в этом крошечном частотном диапазоне, что мы зовем видимым светом. Они просто взяли энергетическое поле Вселенной, конструкцию Вселенной, взломали, получив к ней доступ, и теперь пичкают нас поддельной реальностью изнутри, и поэтому гол, о, моя жизнь невыносима, я лишь пытаюсь устроиться в жизни, о, жизнь прекрасна. И все это, долбанные иллюзии. Мы словно за стеной. Те ученые, предположившие несколько дней назад, что Вселенная может оказаться компьютерной симуляцией, дословно сказали, как заключенные в кромешно-темном карцере, мы, вероятно, никогда не сможем увидеть стен нашей тюрьмы. Почему? Потому что это волновые стены, которые, как я думаю, выражены скоростью света. Это не наивысшая скорость, прости, Эйнштейн, друг мой, это скорость пешехода, а мы говорим о всевозможности, дорогой. И поэтому, когда мы смотрим в ночное небо, видим мы нечто реальное, или проекцию. Я рассказывал об этом в своей последней книге и в предыдущей. Я пережил глубочайший опыт еще мальчишкой, когда впервые попал в лондонский планетарий. Когда я увидел усыпанное звездами небо под сводами планетария, и оно выглядело настолько реальным. Это просто поразило меня, я никогда не забуду этого. И в общем, глядя в ночное небо, я не уверен, что оно настоящее. Сетевой экран. Что видим мы и видит в нас лишь сон внутри большего сна. Это реальная жизнь или лишь фантазии? Вместе с лавиной не сбежать от реальности. Распахни глаза, загляни в небеса и видь. Это небо или это проекция. И поэтому, возвращаясь к матрице, к этой сцене в матрице, я называю ее матрицей Луны и Сатурна, может связанной и с другими вещами, мы пока не знаем. Это настолько реально и настолько тот самый мир, в котором мы живем, если добавить два слова. Матрица Луны и Сатурна повсюду, она вокруг нас, даже сейчас, в этой самой комнате. Ты видишь ее, выглядывая из окна и включая телевизор, ты чувствуешь ее по дороге на работу, когда идешь в церковь, когда платишь налоги. Это мир, натянутый на твои глаза, чтобы заслонить от тебя правду. Какую правду? Что ты раб, Нео. Как и все вокруг, ты был рожден в неволе, рожден в тюрьме, которую не потрогать, не почувствовать ее запах или вкус, в тюрьме для твоего разума. Мир архонтов. Мы живем в мире архонтов. Я хочу теперь связать это, перед тем, как мы устроим перерыв, связать это с миром, в котором мы живем сегодня. Этот парень, великий астрофизик, знавший гораздо больше, чем говорил вслух, чем ему было позволено, Карл Саган, он написал книгу Дракона Эдема, в которой он говорил о фундаментальной важности понимания влияния рептильной генетики на человеческое поведение. Потому что рептильный мозг фундаментально воздействует на поведение человека. Я предполагаю, что до их возни с нашей генетикой, он либо просто отсутствовал, либо не влиял так сильно, как сейчас. И я наткнулся на эти книги многим после того, как углубился в эту тему. Я наткнулся на книги Карлоса Кастанеды, в которых он цитирует центрально-американского шамана по имени Дон Хуан Матус. И когда я прочел кое-что в этих книгах, о чем говорил этот шаман, это было просто... Мы говорим о соответствии. Он рассказывает об архонтах и джиннах совершенно теми же словами, но называет их литунами, но это те же самые сущности. И вот что он говорит о них в книгах. Нас контролирует зверь, пришедший из глубин космоса и взявший в свои руки бразды правления нашими жизнями. Люди его пленники. Этот хищник наш властелин и повелитель. Он сделал нас покорными и беспомощными. Если мы хотим бунтовать, он подавляет наш протест. Если мы хотим поступать независимо, он заставляет нас отказаться от этого. В любом случае, мы его пленники. Они взяли вверх, потому что мы для них пища, энергия. И они выжимают нас безжалостно, поддерживая этим свое существование. Так же, как мы разводим кур в курятниках, эти хищники разводят нас в человечьих загонах, в куманерос. Таким образом, их пища всегда у них под рукой. Матрица — это мир грез, порожденный компьютером, созданный, чтобы починить нас, чтобы превратить человека в это. Задумайся, говорит Матус на мгновение, и скажи, как бы ты мог объяснить несоответствие между образованностью инженера и глупостью его убеждений или противоречивость его поведения. Маги верят, что именно звери дали нам нашу систему убеждений. Да. Наши представления о добре и зле, нравы нашего общества, именно они определяют наши мечты об успехе и боязни удачи. Им мы обязаны нашей алчностью, скупостью и трусостью. Именно зверь делает нас самодовольными, костными и погрязшими в эгоизме. Кормим волка. Чтобы мы оставались покорными, кроткими и слабыми, хищники прибегли к изумительному маневру. Изумительному, разумеется, с точки зрения военного стратега и жуткому маневру с точки зрения тех, против кого он направлен. Они дали нам свой разум. Разум хищника изощрен, противоречив, мрачен, переполнен страхом быть обнаруженным в любую минуту. Они дали нам свой разум. И вот, как полагаю, они это сделали. А также, помимо своего разума, они дали нам свою чистоту посредством мусорной или не кодирующей ДНК. Мы, наконец, аллилуйя, братья и сестры, видим, что официальная наука прозрела на неимоверно вопиющую очевидность, что 98% ДНК, которую они называли мусорной, не зная, что она делает, и говорили, что у нее нет никаких функций, на самом деле, отшатнувшись в изумлении, для чего-то предназначена. И в этих 98% ДНК, не кодирующей ДНК, заложены наши программы, программы поведения, программы восприятия, программы эмоций, ограничивающие нас, если мы не расширили сознание за пределы тела разума, и они становятся нами. Люди в этом состоянии, я полагаю, очень возможно, и я скажу, весьма вероятно, они могут прожить всю свою жизнь, не сподобившись ни на одну оригинальную мысль, или эмоциональную реакцию, не заложенную в программе. Это исследование Бостонского университета и Медицинской школы Гарварда. Они проанализировали 37 цепочек ДНК, содержащих как минимум 50 тысяч пар оснований, и одну, содержащую 2,2 миллиона пар оснований. Говорит ведущий исследователь Юджин Стэнли, не кодирующие цепочки ДНК действительно содержат структурированный язык, фундаментально они похожи на кодирование в генах. Следовательно, нам необходимо рассмотреть вероятность, что мусорная ДНК может нести в себе некое послание. Конечно, несет и немало, и одно из них система контроля человека в рамках его тела разума. Русское исследование ДНК. Похоже, что языки, которые мы искали, в действительности скрыты в 98% мусорной ДНК, содержащейся в нашем генетическом аппарате. Базовый принцип этих языков подобен языку голографических изображений, этих генетических структур, основанных на принципах лазерных излучений, оперирующих совместно, как квазиразумная система. А это недавнее заявление института ВИСА в медицинской школе Гарварда. Все данные, что человечество создает за год, можно сохранить на 4 граммах ДНК. Вот сколько информации заложено в геноме человека. И, следовательно, если вы можете закодировать программы эмоций, программы эмоциональных реакций в генетическую структуру, и затем создать общество, постоянно провоцирующее запуск этих программ, вы получаете мощную, постоянно накатывающую приливную волну низковолновой эмоциональной энергии, которой питаетесь. И когда вы выходите за пределы тела, как случилось с Джилл Болти Тейлор, или при околосмертных переживаниях, какова общая тема, когда они выходят из тела? Я чувствовал безмятежность, покой, я просто был, не было ни мыслительных образов, ни человеческих эмоций. Поскольку так много из этого исходит от тела, это программа. И когда ты обращаешься к сердцу и выходишь за пределы времени и пространства, ты перестаешь реагировать на программирование, ты перестаешь поставлять им пропитание, энергию, генерируемую выполнением программы. Я не оценивал, не судил и не ощущал осуждения ко мне. Я был в восторге от этого безболезненного состояния существования. Если вы кормитесь низковолновой энергией людей, если вы заложили в генетическую структуру программы, генерирующие эту энергию, вы будете выжимать их до суха. Это разум, к которому мы подключены. Почему правила обладают такой властью над нашим разумом? Кругом одни правила, потому что все дело в контроле. И эта часть мозга, рептильный мозг, отвечает за хладнокровное поведение, территориальность, желание контролировать агрессию и прочее, сильный всегда прав. Это важная часть системы реакции, потому что рептильный мозг отвечает за выживание, постоянно сканируя окружающую среду на угрозы выживанию. Не только физического выживания, но финансового выживания, сохранения работы, сохранения взаимоотношений. Бойся, бойся изо всех сил, потому что большой жуткий монстр придет, как только мы его придумаем. Вот почему нам постоянно дают причины для страха, поскольку это запирает нас в рептильном мозге, а значит и в этом коллективном разуме. И Дон Хуан Матус сказал, я знаю, что даже сейчас, хотя ты ни разу не страдал от голода, у тебя есть страх голода. И это не что иное, как страх зверя, опасающегося, что в любой момент его хитрость будет разгадана и в пище будет отказана. С помощью разума, который в конце концов их разум, хищники отравляют жизни человеческих существ тем, что считают удобным для этого. И они обеспечивают себе таким образом уровень безопасности, служащий защитой от их страха. Маги Древней Мексики считали, что человек когда-то был совершенным существом, источником изумительных озарений, высоких знаний, мифических и легендарных в наше время. Безусловно! А затем все это словно исчезло, и мы получили нынешнего уравновешенного человека. Я имею в виду, что против нас непростой хищник. Он очень находчив и организован. Он методически добивается, чтобы мы чувствовали себя никуда негодными. человеке, судьба которого творит чудеса и да, не осталось ничего чудесного. Он обычный кусок мяса. Нет иных стремлений для человека, кроме желаний животного, выращиваемого на убой, банального, стандартного, недалекого. Контроль, восприятие. И если взглянуть на фильм «Аватар», он столь символичен, поскольку там показано общество сердца, и это общество взаимосвязанностей и глубокого осознания было захвачено этим безжалостным, бессердечным, левополушарным вторжением, символически войсками с земли, с их технологиями и всем прочим. И там даже присутствует символизм этих завоевателей, внедряющихся в общество синих аборигенов, действуя среди них под видом синих людей, чтобы на Ви не знали, что в него проникли изнутри. Далее. Мы, как человеческая раса, нас уже 7 миллиардов и даже больше, и количество тех, кто полностью в курсе сути происходящего крошечно. Крошечно! И они могут делать это, лишь разделяя и властвуя над нами. Готовы ли мы встать на ноги, объединиться и встретить это лицом к лицу или продолжим смотреть в сторону и дойдем до уровня рабства, что заставил бы Джорджа Оруэлла содрогнуться? Как сказал Мартин Лютер Кинг, «Тебя не оседлать, пока ты сам не согнешь свою спину». Свобода принадлежит лишь тем, кто имеет храбрость отстаивать ее. Окей. Спасибо.